Сегодня начинается неделя масленичных гуляний, которые пройдут в разных городах нашей страны. В том числе и в Марду, где организация праздника занимается известный режиссер массовых праздников, большой эксперт в масленичных делах Николай Швец, и мы приветствуем его в нашей студии. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вы в 23-й раз, как вы нам признались, перед интервью проводите масленицу. Не надоело? Вы знаете, нет, потому что как-то, наверное, Господь, Бог меня создал таким, что мне нравится делать людям приятного в виде праздников, песен, игр, танцев и так далее, и так далее. Всю жизнь, сколько себя помнишь, с пяти лет, мне все нравится это, поэтому мне это не надо доедает. Ну, масленичные гуляния в Марду состоятся возле центра Пярли. Расскажите, в каком формате они будут проходить? Они будут полностью соответствовать тем гуляниям, которые в прошлом веке были? Или все-таки как-то под современность подстроены? Немножко по-современному, но во всяком случае по всем тем канонам, которые должны быть, и как обычно я, как правило, в последнее время делал последних 23 года. То есть будет с песнями, танцами, как правило бывает, с блинами, естественно, самыми разными, и будет с катанием на лошадях, на пони, будут всевозможные соревнования там среди сильных мужчин, даже среди сильных женщин. Вот, такие народные забавы самые разные, хороводы, песни, танцы. Ну и, конечно же, будет масленичная ярмарка, потому что, ну, как без ярмарки, где будут продаваться и блины, и шашлыки, и чай, и кофе, и что-то для взрослых покрепче. Ну, праздник, который вы проводите, называется «Масленичные гуляния. Золовкины посиделки». Да. Это тоже не просто так, ведь мы знаем, что каждый день масленицы имеют свое особое значение, а Золовкины посиделки, они проходят именно в предпоследний день Масленичной недели в субботу. Давайте, может, немножко объясним. Уверен, что сегодня даже не все знают, что такое Золовка. Да, Золовка – это сестра жены, а на самом деле… Сестра мужа. То есть сестра мужа, извините, да, я уже там, там действительно очень много. Вот, вот, я и говорю, можно даже, даже опытный организатор может запутаться. Мосоруха бывает проруха, сестра жены. А дело в том, что это принципиально на самом деле, потому что, если говорить обо всех канонах, как это должно делаться на Масленицу, то сжигают иногда эту куклу, чучело Масленицы, сжигают и в понедельник, и во вторник, и в среду, в школах, в детских садах и так далее. На самом деле это абсолютно безграмотно, если подходить к этому очень профессионально. Сжигается эта кукла, прощание с ней, с Масленицей как таково, только в последний день, в воскресенье. Мало того, она еще и должна быть безликая, на ней не должно быть нарисовано ни глаз, ни ушей, ни носа, ничего, как бы вдруг она случайно не стала похожа на соседа из вашего подъезда и так далее. Вот, поэтому в субботу, то, что я делаю возле Перли Кескуса, масленичные гуляния, так и называется, потому что, по сути дела, все масленица, все семь дней это все масленица, и вторник, и среда, а масленичные гуляния, они каждый день. И вот в субботу, она называется, заловки на посиделки, мы как раз эту масленицу, куклу или чучело сжигать не будем, потому что я человек профессиональный и стараюсь это делать грамотно. Но гуляния всевозможные действительно будут, и в заловки на посиделке, как правило, в первую очередь бывает так, что приходят родственники друг к другу в гости, особенно идут именно как раз в молодую семью, то есть к зять, будем так говорить, на дом, чтобы проверить, как там непосредственно участвует в ведении хозяйства его жена молодая и так далее. То есть в этот день еще называется малая масленица, и в этот день еще обязательно ходят на кладбище и оставляют на могилах блины для усопших, так что, в общем-то, там есть свои определенные, конечно, сейчас уже, наверное, редко кто придерживается таких вот требований, которые обычно бывали на заловки на посиделке, но во всяком случае мы стараемся придерживаться того, что должно быть в заловке. Ну, а почему наши предки придумали праздновать масленицу целую неделю, аж целых семь дней? А я так думаю, я читал много разной литературы, кстати, вчера тоже читал, просматривал, и вчера только обнаружил некоторые нестыковки в некоторых учебниках, не учебниках, а просто источниках расходится информация. Но на самом деле, если говорить о семи днях, я тоже раньше думал, ничего себе, а просто потому, что после масленицы начинается Великий Пост, 56 дней до Пасхи. И этот Великий Пост, как правило, не позволяет, если с точки зрения православия, не позволяет ни веселья никакого такого буйного, ни свадеб, ничего. То есть надо оторваться по полу до последующих. То нельзя есть, то нельзя пить и так далее, и так далее. Ну, говорят же, перед смертью не надышишься, все равно все блины не съешь. Я так думаю, что, видимо, причина в этом, что, ах, последняя неделя, и мало того, что как раз последнюю неделю можно было, позволялось еще там что-то такое, молоко, масло, яйца, то, что жирное. И, в общем-то, люди считали, видимо, нужным, что вот надо последнюю неделю оторваться, набраться сил и здоровья на следующие дни. Ну, музыка непременный атрибут масленицы. Да, и если бывает рояль в кустах, то у нас гармошка на колянках, сыграйте нам что-нибудь, на минутку буквально. Что играется на масленице? Масленичная загонка. На масленице всяко бывает, но, конечно, в первую очередь веселуха, потому что, кстати, в песне есть масленица объедуха, масленица обжируха, масленица веселуха. Какие говорящие названия песен. Да, это так в песне поется. Ну, там где-то, например, бывает масленица объедуха, масленица обжируха, масленица веселуха. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и вот, конечно же, без блинов, которые вы нам тоже принесли в студию сегодня, ни в коем случае не обойдется. Там делал вместе с женой. Всю ночь, наверное, пекли, следили за выборами и делали блины. У меня здесь измерительный прибор в руке, я хочу показать. Нам Николай Швест рассказал, что в конкурсе на самый большой блин у него рекорд составляет 64 сантиметра в диаметре. Да, я как хозяйка хочу поинтересоваться, а где такую сковородку нашли, чтобы такой блин испечь? Да, дело в том, что... Не каждая плита еще позволит. Вот Елена спрашивала действительно, как, что на самом деле раньше было, будет ли сейчас точно так, как когда-то, или немножко по-новому. Конечно, немножко по-новому появились и возможные состязания. Хозяйки обычно соревновались между собой, у кого вкуснее блины, у кого, так сказать, разнообразнее блины. В секрете держали рецепты и так далее. Поэтому я сегодня принял действительно разные два вида блинов, там немножко икра, немножко варенья, потому что бывало и с медом, и со сметаной, чем только не было. Есть еще фаршированные блинчики. Мы обязательно все это попробуем, я уверен, что будет вкусно. Спасибо. Николай Швец был у нас в гостях, ну а мы напомним, что масленичные гуляния в Марду под пристальным руководством нашего гостя пройдут в субботу возле торгового центра «Пярли» с 10 до 17 часов. Ну и, разумеется, масленица будет широко отмечаться и в других местах. Субтитры подогнал «Симон»